Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Евангелие от Луки, глава 8, с 34 по 39 стих. Пастухи, видя происшедшее, побежали и рассказали в городе и в селениях, и вышли видеть происшедшее. И придя к Иисусу, нашли человека, из которого вышли бесы. Иисусы, сидящие у ног Иисуса, одетого и здравом уме, и ужаснулись. Видевшие же, рассказали им, как исцелился обесновавшийся, и просил его весь народ Гадаринский окрестности удалиться от них, потому что они были объяты великим страхом. Он вошел в лодку и возвратился. Человек же, из которого вышли бесы, просил его, чтобы быть с ним. Но Иисус отпустил его, сказал, «Возвратись в дом твой и расскажи, что сотворил тебе Бог». Он пошел и проповедовал по всему городу, что сотворил ему Иисус толкование. Им должно было удалиться. Удивиться. Удивиться силе Спасителя и уверовать в Него. А они, сказано, просили, то есть моляли Иисуса отойти от них, ибо они боялись, чтобы еще не потерпеть какого-нибудь другого убытка, подобно тому, как они лишились свиней. Но получивший исцеление представляет непререкаемое доказательство исцеления. Он стал настолько здоров умом, что познал Иисуса и просил Его, чтобы быть с ним. Вероятно, он боялся, чтобы в отдалении от Иисуса ему снова не попасть во власть бесов. Но Господь показал ему, что он... Показывая ему. Показывая ему, что он и не будучи Иисусом, но покрываемый Его благодатью, может быть выше бесовских сетей. Говорит ему, «Возвратись в дом твой и расскажи, что сотворил тебе Бог. Не сказал, что я сотворил тебе, но чтобы нам подать образец смиренно-мудрее, и чтобы мы всякое счастливо совершенное дело относили к Богу». Но Иисус Соленный был настолько благоразумен, что рассказывал о том, что сделал ему Иисус. Хотя Господь доповедал ему рассказывать о том, что сотворил ему Бог, а Он рассказывает, что сделал ему Иисус. Итак, и нам, когда сделаем кому-нибудь добро, не должно желать проповедания об Оном. А тот, кому сделано добро, должен возвещать о Нем. Хотя бы мы и не желали всего. Аминь. Аминь. Ну, что тебе запомнилось, что коснулось твоего сердца, из прочитанного? Как это в твоей жизни было такое, не было похожее? Встречались с тебе люди, подобные вот этому бесноватому, больному, и чтобы он был там, а потом вдруг изменился. Не встречались таких. Не встречались, но видел просто, как бился в конвульсиях. Кто бился в конвульсиях? Ну, мужик. Что происходило с ним? Ну, глаза поднимись. Судорогой сводило все тело. Эпилепсия? Ну. Ну, вот встречались те люди, которые вот жили страстями греховными, а потом раз и перестали. Воровали, например, там, блудили, наркомалили, пьянствовали, а потом раз и перестали. Ни одного тебе такого не встречалось. Ну, а себе можешь сказать, что Господь изменил тебя? Могу. Ну, а говоришь, никого не встречал. Ну, а про себя, как можешь сказать, ничего еще не встречал. Ну, как? Ну, то, что ты вообще попал до этих людей, которые, их раньше не знал никого, чтобы мог сказать, вот он там был такой-то, такой-то рассекой, грешник, окаянный, а потом Господь его исцелил. Ну, а ты думаешь, что... Ну, я не общительный. Ни с кем не общаюсь. А почему ты ни с кем не общаешься? Ну, в одиночество люблю. А почему ты любишь одиночество? Ну, с детства в одиночество. Ну, у тебя семья была? Ну, если бы ты любил... Трое-трое братья. Мать, с отцом. Ну, если... Ну, нет, ты женатый был. Если бы ты любил одиночество, ты бы был монахом и не женился бы. Ну, значит, ты уже не любил одиночество. Если бы ты любил одиночество, ты бы не женился бы, жил бы один. Ну, так просто я... Ну, горевал о первой любви. Оженили меня на нелюбимых. Ну, и как Господь тебя исцелил? Ну, как исцелил? Ну, во тьме жил. Ну, сам себя потерял. Не знал, где нахожусь. Ну, что значит, жил во тьме? Света у тебя был одиночество? Ну, во тьме... Ну, сам себя не знал, кто я, что я. Ну, как не знал? Ну, во тьме. Ну, фамилию свою знал? Ну, фамилию знал, но... Себя не ощущал, я вот не осязал, вот так ли. Ну, тьма кромешная, ну, как Господь говорит. Дрожь тебя во тьму кромешную. Ну, вот это тоже самое со мной было. То есть ты, живя на земле, был уже как в аду? Да. А в чём это выражалось? Ну, я тебе говорю. Ну, я сам себя не ощущал. Ну, как собака вот. В зеркало смотрит, а это... Не понимал. Я это или не я? Ну, я не могу это выразить. Ну, хорошо, то, что там было. А что хорошо, что тогда стало, после того, как ты принял крещение? Ну, из тьмы Бог вытащил. Появились какие-то мысли. А до этого никаких мыслей не было? Ну, почему мысли были, но... Не того рода. Греховные мысли были. Да. А потом стали появляться мысли духовные. Ну, до этого были я как-то это... В Покровском соборе работал. Кем ты там работал? Ну, там на стройке. А то ещё до крещения потеряю. Да. И уже работая на стройке, тебе какие-то мысли проходили светлые? Что есть Бог, что есть Творец? Ну... Что так, как сейчас я живу, жить неправильно? Ну, мысли появлялись. Ну, записывал на бумаге, ну, в книжке, ну, и в тетради. А эти рукописи-то сохранились? Нет. А куда ты их делал? Да, у меня разграбили на Булогино. Разграбили всё. Говорят, рукописи не горят. Может, там шедевр какой-нибудь? Ну, всё растащили. Какие мысли-то у тебя? Можешь поделиться сейчас? Ну, как я сейчас могу? То, что, может, посетил этот Святой Дух, часто нету такого у меня. Ну, о чём мысли-то, что ты писал? Стихи о любви писал или... Ну, про Бога. Про Бога писал. Сейчас вспомнить не можешь. Ну, конечно, ну, от Святого Духа, может, было это. Я не знаю. Ну, может, этот... Дьявол, я не знаю, кто водил рукой. Ну, про Бога писал. Дьявол-то не будешь про Бога, чтоб я писал. Ну, Святой Дух, наверное. Вспомнить не можешь, что ты про Бога писал. Ну, Святой Дух посетил. Ну, хорошее. Я-то, и как, от себя... Я ничего от себя не писал. Ну, хорошие ты вещи писал, обоих. Ну, про Бога это я говорю. Хорошие? Божественные все. Ну, а потом как-то упал. Вот, Плотское затянуло. Все. А что именно тебя, Василий, затянуло, чтобы знать, где соломки подстелить? Ты говоришь, Плотское. Ну, Плотское, ну, соблазн всего мира. Ну, какие, например? Ну, а я, как я могу сказать? Ну, занимался анонизмом. Ну, а еще? Ну, ты понимал, что это вы делаете? Что это дело было не богоугодное, мерзкое. Ну, так-то как-то дородило, но... Ну, конечно, дородило, но не мог избавиться от приятных ощущений. Понимал, что это плохо, но, тем не менее, делал это. А потом как избавился-то? Ну, не знаю, как-то, и после крещения грешил этим. Ну, потом как-то прекратил. Ну, ты сам избавился и... Что? Ну, а кто меня избавил? Ну, Бог так может сделать, что у тебя ничего не будет по старости и все. Ну, Бог надо бы сделать. Ну, а еще какие плотские страсти, кроме этого, были у тебя, конечно, по плоти? Ну, ты поделись опытом, как избавиться. Многие молодые люди, вот, тоже грешат этим и не могут избавиться. Какой дашь им совет? Ты в таком возрасте уже, как бы, уже не молодой. Ну, а на силу воли, ведь, на силу Бога надеются? Ну, так... Это две большие разницы. На себя надеются или на Бога. Многие надеющиеся на себя... Человекам это невозможно. Но Богу, возможно, все Господь исцеляет. Так же, как вот этого бесноватого исцелил Бог. И что этот бесноватый-то? Ну, Господь Иисус Христос излечил его. А тебя кто от этой страсти излечил? Сам ты излечился? Я пора Иисус Христос. Каким образом? Ну, отнял у меня половое влечение. А ты... Так, в этом роде. Ну, а ты просил его об этом или так само получилось? Да, я молиться, я говорю, не умею с моими словами. Ну, а если ты ему не молился, не просил его об этом? Ну, в мыслях как-то, наверное. То есть, мысленно ты понимал, что это плохо и... Ну, конечно. И каялся? Ну... Или что? Ну, как... Сначала это приятно, а потом... После этого, как кончишь, угрызение совести начинается. Затем ты это делаешь. И, ну, да, вот у многих угрызение совести. И что дальше делать-то? Как у тебя все это прекратилось? Ты же больше этим не занимаешься. Ну, я говорю, Бог, паук, Иисус Христос. Ну, а ты говорил, что у тебя уже по старости... Ну, уже такого влечения нет. А какое есть? Но все равно оно осталось в лечении. Ну, в лечении-то есть грызь, но... То есть, ты смотришь на женщин с вожделением еще. И если бы у тебя... Ну, да. Если бы у тебя физически было бы все нормально, то есть, ты был помоложе... Не, ну, сейчас как вроде восстанавливается... Восстанавливается что? Эрекция. Эрекция восстанавливается. Ну... И ты на женщин смотришь уже с вожделением и можешь вступить с ними в половую связь. Ну, а это... Ну, а чего? Анонизм уже как-то... Уже забыл про это. То есть, у тебя прошел... Ну, этот период прошел. Прошел, теперь ты готов уже на женщин залазить. Ну, я и во время женитьбы у меня было такое... Анонизмом занимался. То есть, ты был женат и этим занимался? А что, жены не хватало тебе или что? Ну, я говорю, нелюбимая была. Ну, а ты говоришь, у тебя эрекции не стало. А сейчас опять появляется, да? Да. Восстанавливается. У тебя может быть простуда был, простатит. Там в холоде жил-то в 16-м морозе. У тебя там все замерзло. Сейчас оттаяло. Весна и сейчас. Ну, питание другое. Да, это не из-за питания, конечно, зависит. Да. И из-за питания тоже зависит. Витамины. Ты когда там жил, витамины-то потреблял? Овощи свежие? Ну, какие витамины? Ну, с этого... С мусорных баков. С мусорных баков. Ну, понятно. Ну, а вот спрашивают, чем вы, чего вы в пост едите? Расскажи зрителям. Глаза поднимилась. Ну, скромное. Обезжиренное. Ну, перечисли. Что вот у нас вчера ты ел? Фрукты, помидоры. Какие? Апельсины. Яблоки. Апельсины. Яблоки. На первое что было у тебя? Капуста. Борщ. Из чего? Свекла. Ага. Капуста. Картошка. Понятно. Ну, то есть, без мяса мы вчера растительное масло даже не ели. Сегодня пойдем на канун Андрея Критского и сегодня можно будет растительное масло. Делаем салат с постным майонезом, свежих огурцов, помидоров. Ну и все-таки, ты не ответил на этот вопрос, как избавиться от вот этих вот страстей, страстишек. Совет ты можешь дать, как ты избавился. Угрызение совести понятно, у всех угрызение совести, но они, тем не менее, продолжают этим заниматься. Ну, как бы, половой член растятывал, но появлялась эрекция, но потом приходилось уже это заниматься на них. Возбуждение было при этом тесании. Как ты от этого избавился? Ну, как бы, играл член. Да я тебя не спрашиваю, зачем ты это рассказываешь, это никому не интересно. Ну, а ты говоришь, как избавиться? Ну, не надо это, расчатывать член, когда жудиться, ну, не играть, в общем. Ну, у человека не получается. Ты опять же не сразу это, тебя совесть мучила, после того, как тебя совесть угрызала, ты же все равно продолжал этим заниматься. Да. Что произошло, что такое, что ты перестал. Вот было-было-было, а потом перестал. И эти свои, как избавиться, как перестать? Люди не могут. Вот такая страсть. Кто-то от наркотиков не может избавиться, потом что-то происходит и избавляется. Вот этот бесноватый тоже, вот он ходил в гробах, там, в пещерах. Ну, я тебе про что и говорю, не касаться к половому члену. Ну, а все равно руки тянутся. Что делать? Связывать? Не знаю. Назад наручники. Как бы силу воли поддерживать. Поддерживать? Ну, нет у человека силы воли. Ну, чтобы не касаться к половому члену. Ну, в туалет идешь, все равно касаешься. Там как касаешься? Чтоб струю направить, помотиться и все. Ну, помотился, прикоснулся и все, и пошел. Ну, прикоснулся одно, а расчесывать другое, играть с половым членом. Чтоб эрекция появилась. Ну, не надо прикасать еще. И все. Чтоб эрекция не появилась. Не расчесывать, не играть с половым членом. Чтоб эрекция не появилась. Ну, все молодые люди это все прекрасно понимают. не надо не играть не это вот он день не играет два не играет три не играет а на четвертый бац опять отвлекательненько какие-то мысли другие какие мысли ну например рыбалки или что-то в этом роде ну что саду садоводство какие-то ну отвлеченные мысли чтобы то есть ты избавился от анонизма как только тебе захотелось этим заняться ты начинал думать о рыбалке и у тебя это уходило и ты ну чтоб страсть другая была какая-то ну большая страсть к рыбалке об этом ты советуешь зрителям православных христианинам одну страсть заменять другой 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 страстью ну христос совершенно тут вот мы сейчас читали бесноватого он исцелил от этих там он голый ходил в пещерах тут он тоже анонизм был анонистом был господь его исцелила тебя видимо не исцелил господь сейчас эрекция появилась ты готов опять уже не анонизмом заниматься уже на женщин смотришь возделение господь тебя советует увлечение есть если эрекция есть и увлечение есть у тебя же есть увлечение к женщине сейчас про тебя рассуждаем не так я пример тебе привожу у тебя же есть увлечение к женщине так же и у меня вот ты готов с ней вступить в половой акт почему считаю это за грех если половые связи только жениться на любимую был такой период времени что это ты за грех не считал а как ты узнал что это грех ну как узнал как в церкви начал ходить и кто тебе сказал батюшка а как он узнал что ты этим занимаешься перечислял это грех не как как называться блуд ну перечислял блуд там убийство все грехи и ты узнал что это грех и сразу перестал или какое-то время еще борьба была ну я не помню помнишь но не сразу это получилось должна быть внутренняя борьба как это как депрессия такая начинаю думать чем будет подсластить эту депрессию ничем не занятая душа хорошая кузница сатаны а так как ты очень ленивый потеть не хочешь работать не хочешь вот тебе эти мысли сатана и вкладывает аммонизмом позаниматься возблудить женщины если бы потел бы тренировался работал бы дрова колол то на печи бы не лежал как имели видишь бы ничего бы не было молился бы поклоны делал ничего этого не так воспитали отец алкар был но на работу то ходил отец вот он работал значит чем-то же он занимался не сидел на что-то же он пил трудился ты говоришь что так воспитали воспитали в пьяности постоянно воспитали какое я сам себе хозяин был сам себе но он напьется ну какого воспитали но мать он бил постоянно но ты вот понятно сейчас вот я тебя на камеру снимаю до этого ты признался что у тебя после крещения женщина была потом ты говорил что ну я тебе про анонизм просто стыдно было я тебе так брякнул понятно сейчас разобрались то есть у тебя блуда не было был после крещения ну понятно а сейчас куда у тебя стыд то ушел ну как бы открылся к тебе гнойник этот скрыл тебе на исповеди этот грех исповедал у тебя лицо разгладилось как плечет совесть грызет грызет потом идешь на исповеди греха рассказываешь и легче стало так у тебя было потом то опять меня ткнул что ты мне ко мне это да братья жила мне то чего твои грехи выпытывать я хочу чтоб ты избавился от них как я когда-то избавился у меня опыт есть человек обличает тебе батюшка тебе как ты узнал то раз перечислил блуд и она вот этом я вот и все и перестал ну а сейчас ты признаешься тебе как бы сначала было стыдно сейчас не стыдно ты на камеру это говоришь ты понимаешь что-то в интернете выставляется ты сам сказал что пример был для других пример для других польза да какой совет дать который страстями то есть перечислил нужно думать о рыбалке ну страстью страсть как бы забивать но я думаю ты плохой совет дал вася не вы мы сейчас о чем читал вы что-то в этом роде что-то в этом роде не поможет это вася это ересь николаитов была такая господь ведь я ненавижу дела николаиты то они также предлагали одну страсть если бить той страсть тебе нужно чтобы этой страсти не было нужно удовлетворить тогда ее не будет а ты говоришь если у тебя страсть нужно заменить другой страстью страсть к рыбалке она может быть конечно не греховная но однако если ты вместо богослужения себя добывать питать какой же это грех если ты это делаешь в день воскресный вместо того чтобы идти прославить бога это грех как выходные человек не в храм идет она рыбалку вот тебе и страсть вот тебе и грех ты говоришь не грех он не может ему рыбалка в дороже чем господь так же и тебе надо как бы в семье воспитывался бог богатый никто с этим не спорит никто с этим не спорит эти наши зрители чего они верующих семьях воспитывали советского только что ну так и что теперь ты теперь вот и что делать людям что вот которых мучает совесть ничего у тебя с тобой василия этого не было я так думаю ну что господь тебя исцелил как этого бесноватого ты советы ты даешь какие во христе о христе совершенно не говоришь так вот говоришь но он исцеляет так вот я исцелил хорошо другой вопрос как узнать бога ну как узнать бога ходить ну а там ничего не понятно все на церковно-славянском языке батюшки некогда ну а если в городе нет этих занятий у нас есть как ты попал на занятия как ты узнал бога работал на доме в каком году это было да это было до пенсии еще он мне предлагал ходить на занятия ну я говорю как на пенсию пойду так заборусь буду ходить вот так получил за пенсию за работал пришел на занятия пришел на занятия куда ты пришел в государственный технический университет имени алтайский государственный технический имени ползунова на Димитрова и кто там вел занятия какие занятия это улица Димитрова да да Игнатий Тихонович вел лапки лапки и какие занятия там были по изучению библии и ты стал ходить на эти занятия вот какое твое ощущение вот после первого занятия что ты почувствовал может быть что то или ну я замкнутый был грязный мне охота было раздеваться грязь показывается но тем не менее ты ходил да ходил потом постепенно как то почище стал одеваться раздеваться то есть ты услышал слово божие господь начал тебя потихонечку очищать и снутри и снаружи тоже вот то есть совет молодым и не молодым потому что ты в таком возрасте уже этим делом занимался какой можешь дать чтобы избавиться от этих страстей ну любовь к изучению библии ну а нет у человека этой любви ну прививаться на любовь каким образом уходить на занятия по изучению библии а если нет занятий по изучению библии в городе у человека самостоятельно самостоятельно изучать самостоятельно изучать можно в интернете сейчас у нас занятия проходит у кого есть это же не у каждого не у каждого редко у кого ну кто ленивый конечно по помойкам питается не работает того нету и не компьютера не интернета вот я не понимаю почти у каждого но тем не менее Игнать Тихонович первый раз в 68 мне натуральная книга нравится а кому глаза портят только в этом телевизоре ну а дальше что ну вот человек ходит на занятия понимает понимает что это что это грех понимает что бог есть вот а все таки дьявол его держит и не отпускает его что дальше можно делать чтобы избавиться от этого все равно вот совесть его мучит а все равно вот у него нет нет да сорвется нет нет да сорвется на нанизм ходит на занятия читает библию изучает а все равно в этом грехе живет ну веру 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 прививать а от чего а от чего вера ну вера в царство любезное ну вера у человека одни верят а другие не верят от чего вера бывает Магира фу ну вера ну как бы задумываться надо кто создал это мироздание так ну задумался человек а как он узнает кто создал все это ну как ты человек не животное должен догадываться догадываться да кто тебя создал да посмотри вокруг какие деревья горы облака ну и кто это творение кто это создал тем не менее люди не верят почему-то одни верующие половина какая половина большая часть людей не верит вера от чего вера от слышания от слова божия слово божие называется библия то есть нужно брать читать читать понуждать себя сначала может что-то непонятно записывать вопросы на листочке искать духовных людей батюшку задавать вопросы чтобы он объяснил и постепенно появляется вера появляется страх божий начинаешь бояться бога начинаешь бояться этого греха и а иных страхом спасайте написано и страх что ты за этот грех пойдешь в гиену лучше удерживать от тебя от греха обещание что ты попадешь в рай если этот грех делать не будешь в твоем случае что в первую очередь сработало страх божий или обещание царства небесного в моем случае это как бы господь бросил меня во тьму кромешную а потом вывел меня из нее ну вот ты первый раз пришел опоздал под дождем столько ты с Бельмесева шел какие у тебя перед этим мысли были что тебя повело обратно после того как ты из общины ушел в храм ну как бы так жить нельзя совесть все таки заговорила тебе ну а что такое ну вообще какая-то радость какая-то любовь мир братья между собой в любви находятся в радости и в мире ну а ты когда уж уходил из общины после крещения уже это было как-то связано с анонизмом ну плоткое плоткое жизнь то есть ты понимал что поступаешь не по совести и ну как бы пошел по легкому пути по плоткому а не по Божьему то есть ты после крещения у тебя какое-то это время не было ты не занимался а потом стал заниматься анонизмом и перестал ходить в церковь ну я не знаю это или другое ну плоткая жизнь ну хорошо ладно а что другое кроме этого что еще другое кроме анонизма что еще было у тебя плоткое говоришь плоткое плоткое людям ну плоткое ну лень как бы лень ну что попроще сделать трудиться неохотно ага ну а с ленью то у тебя до сих пор этот от этого греха еще не лень не избавился еще засело прочно я даже у тебя не буду спрашивать совета как от нее избавиться потому что ты так я откуда знаю как я от этого не отошел еще ну так я боюсь что ты от анонизма еще не отошел если ты от лени не отошел да да какой у тебя да я я сказал совет это дал ну и стыд стыд заедает все таки на первом месте стыд не рыбалка стыд должен быть на иными словами страх боже бояться этого а у нас как грешить не стыдно а признаваться стыдно ты же мне не признался сразу там женщину какую-то придумал ну так я тебе говорю стыд стыд стыдно ты этим занимался ну вот а потом все таки ты понял что признаваться то тебе стыдно было однако же ты признался то есть надо людям дать совет что ну не нужно этого стыдиться нужно признаваться открывать этот гнойник рассказывать его и идти на исповедь открывать и верить что бог тебя простил и с твердым намерением и у бога просить силы то первую очередь у бога просить силы сам ты не сможешь своими мыслями о рыбалке то нет надо понимать что эти мысли вселяет дьявол дьявол хочет убить и погубить и обмануть он будете вселять мысль что это приятно что это тоже полезно для здоровья все это ложь дьявольская то есть написано в писание блудник скудаумен и все анонисты они все тупые у тебя в мозгов то понимаешь ты понимаешь что ты отличаешься от других то ну а что сделаешь просить у бога милости чтобы вернул тебе ты же не родился анонистом сколько тебе лет было да да я даже не знаю то ли до школы еще ну в малолетнем возрасте да кажется еще до школы до школы еще понимаешь ну и что удивляться если ты со школьной скамитием занимаешься блудник с худоумен а она не с тем более это с каждым разом мозги через то место у тебя вытекали и все вытекли вот но Господь силен и из этой пропасти человека восставить искреннее покаяние в этом слезам с твердым намерением перестать и помало помало у тебя сейчас и память возвращается смотрю и ты начинаешь потихонечку потихонечку Господь тебя начинает преображать и люди заметили ну при крещении какие то и мысли ну мозга в общем начали работать а потом дьявол опять на тебя со страшной да погрязь в этом плотком да дьявол он простых людей как бы не трогает они уже его рабы а вот который встает на путь покаяния на путь исправления становится христианином он на этого на этот юный росток христианский он со страшной силой обрушивается дьявол ходит как рыкающий лев и щак его поглотить и если в человеке нет корня стержня твердого страха божия он обязательно дьявол его сломает что в твоем случае произошло и многие братья наши падали после крещения после крещения наступает искушение Господь испытывает веру достоин ты носить звание христианина или не достоин многие люди падают вот но Господь зная это дает еще и таинство и исповеди